Здравствуйте! Большинство дачников завершили сезон и более опытные уже начали задумываться о сезоне предстоящем. Планируют где и какие культуры разместить на своем участке. Сейчас в специализированных магазинах обновился ассортимент семян и многие дачники закупают их заранее, что делает в общем-то совершенно правильно. Составляет список культур, которые вы планируете посадить на своем участке весной. Советую обратить внимание на те из них, которые почему-то не пользуются большой популярностью у наших дачников, хотя и отличаются своими полезными свойствами и неприхотливостью в выращивании. Сегодня рассказ о некоторых из них. Пастернак относится к семейству сельдерейных. Это двулетние растения с толстым, сладковатым и приятно пахнущим корнем. Пастернак содержит каротин, витамин С, углеводы, эфирные масла. В корнеплодах присутствуют также витамины В1, В2, ПП, минеральные соли. Пастернак содержит значительное количество калия и обладает способностью снижать содержание воды в организме, способствует кровообращению, улучшает пищеварение, оказывает благоприятное действие на нервную систему. Совершенно уникальное свойство пастернака – содержание в нем веществ, снимающих спазмы. При правильном применении тертый свежий корень пастернака снимает даже приступы печеночных и почечных коликов. Пастернак улучшает пищеварение, укрепляет стенки капиллярных сосудов, оказывает болеутоляющее и отхаркивающее действие, обладает тонизирующими свойствами. Пастернак применяли в древней медицине как мочегонное средство при отеках, как средство, возбуждающее половую деятельность, повышающее аппетит при галлюцинациях, как болеутоляющее при почечных, печеночных и желудочных коликах, как противокашливое и для смягчения и отделения мокроты. Свежий пастернак подойдет практически для любого овощного салата. Особенно хорошо он сочетается потертым вместе с морковью. Вареный пастернак подойдет как пюре ко всем мясным блюдам или супам пюре. Пастернак придает блюду приятный вкус, поэтому его можно тушить вместе с другими корнеплодами. Обжаренный пастернак во многих англоязычных странах мира считают важной частью рождественского ужина. Сушеные корнеплоды пастернака используются в порошковых приправах и смесях. Зелень пастернака, хоть и слабо пряная, тоже используется в кулинарии, как в свежем, так и в сушеном виде. Часто его используют при заготовке в проб суповых смесей, добавляют в любые овощные блюда для ароматизации. Под названием «белый корень» пастернак является обязательным ингредиентом многих овощных консервов. Агротехника пастернака во многом сходна с агротехникой сельдерея. Для его выращивания пригодны плодородные суглинистые почвы. Кислые почвы непригодны. Следует помнить, что пастернак не переносит затенение, поэтому для его посадки следует выбирать хорошо освещенные места. Лучшие предшественники – ранние капуста, огурцы, лук, томаты. Семена прорастают медленно, через 3-4 недели. Поившиеся сходы прореживают, оставляя между растениями 10-15 см. Первые два месяца пастернак растет медленно, и в это время приходится чаще пропалывать грядки и рыхлить почву. Поливают растения редко, но обильно. Следует знать, что в жаркие солнечные дни растения выделяют жгучие эфирные масла, которые могут вызвать ожоги на оголенных частях тела, поэтому ухаживать за пастернаком следует в пасмурные дни или рано утром, либо поздно вечером. Еще одна культура, которая пока мало распространена на наших садовых участках – мангольд или римская свекла. О полезных свойствах мангольда далее в нашей программе. Мангольд или листовая свекла – близкий родственник обычной столовой свеклы. Он и внешне очень похож на нее, с той лишь разницей, что не образует корнеплода. В пищу у него идут листья и сочные черешки. Французы говорят, что мангольд прекрасен, потому что его листья заменяют шпинат, а черешки вкусны и сочны, как спаржа. Стебли и листья мангольда богаты множеством полезных веществ. В них содержится кальций, витамин К и магний, которые наилучшим образом сказываются на состоянии зубов и костей. Железо, служащее отличной профилактикой анемии. Сиреневая кислота и клетчатка, помогающие нормализовать в крови содержание сахара. А также антиоксиданты, улучшающие состояние кожных покровов и волос и продлевающие молодость. Витамины группы В, помогающие активизировать мозговую деятельность. Кроме того, мангольд имеет свойства, обеспечивающие здоровье сосудов и сердца. Он помогает в формировании клеток крови, улучшает ее свертываемость, предотвращая образование гематом и развитие внутренних кровотечений. Листовая свекла благотворно действует на поджелудочную железу, препятствует развитию атеросклероза и способствует снижению давления. В народной медицине ее применяют для борьбы с ожирением, анемией и почечно-каменной болезнью. Блюда из мангольда, как правило, очень просты. Например, можно приготовить салат из его листьев мелкорубленного зеленого лука и сметаны. Черешки мангольда можно тушить, отваривать или обжаривать в сливочном масле. Листья мангольда можно использовать как обертку для смеси из мелко нарезанных овощей, мяса и рыбы. Такие рулетики и вкусны, и полезны. Из мангольда готовят супы, ботвиньи, закуски, тушеное овощное ассорти. Листья употребляют в свежем и отварном виде. Черешки только вареные. В первой половине лета мангольд с успехом заменяет раннюю капусту. Мангольд относится к растениям со средним потреблением питательных веществ, предпочитая почвы, богатые органическими веществами и реакцией, близкой к нейтральной. Очень отзывчив на подкормке, но стоит иметь в виду, что на чрезмерно унавоженной почве мангольд способен накапливать избыточное количество нитратов, особенно при затенении. Но если у вас есть какие-то подозрения, избавиться от возможного избытка нитратов совсем не сложно. При приготовлении мангольда достаточно слить первую воду и таким образом до 70 процентов нитратов убираются и овощи можно есть без опасения. Мангольд можно вырастить и на подоконнике или на балконе. В этом случае он не только порадует вас зелью, но и украсит ваш дом, особенно если вы посадите несколько растений разных сортов. В европейских садах мангольд давно уже не только овощное, но и декоративное растение. В нашей программе мы не раз рассказывали о людях, работающих с природными материалами. Причем очень часто занимаются они этим не по роду своей профессии, а в качестве хобби. Герой нашего следующего сюжета как раз из этой категории. Николай Рудень работает художником-оформителем в Кустанайском строительном колледже и работу свою любит, если судить по тому, что не изменил ей даже в те трудные времена, когда его труд не был особенно востребован. Но помимо профессии у Николая есть еще одна страсть. Последние 12 лет он увлекается изготовлением часов – настенных, настольных, каминных. Его часы отличаются не только точным ходом. Изюминка его работ – это то, что часы эти, включая механизм, изготовлены из дерева. Были такие, которые были в одном экземпляре, были другие, которые были в больших экземплярах. Ну, в смысле, по количеству. Есть те, которые вообще авторские часы мои. Есть такие, которые где-то я чертежи нашел на просторах интернета. Ну, естественно, они, если я беру, я их по-другому переделываю немного и конструкцию немного меняю. Потому что в самом процессе, когда ты делаешь, ты вот даже понимаешь, что там где-то вот я нашел, допустим, виды каких-то часов, чертежи, и там что-то не то. Я уже сам добавляю что-то. Вот, допустим, на некоторых я сделал дополнительный барабан под груз, и они пошли. Уже в процессе сам думаешь, правильно это или неправильно. Как говорится, когда ты вникнул в сам механизм, ты уже сам можешь какие-то доработки делать. Мне интересно то, что другие не делают. Вот эти вещи, как, допустим, часы – это сложная работа. И поэтому интерес был в этом. Ну, в смысле, может быть, даже доказать себе, что ты сможешь это сделать или нет. Потому что я по жизни очень много вещей делал, а это была, как говорится, планка выше уже. Решили вы изготовить часы собственноручные. Получилось сразу? Сразу получилось. Первые пошли сразу, проблем не было. Остальное просто было как изучение. Как вот эта деталь построена, как она идет, какие функции выполняет. Обработка, шлифовка там, к примеру. Все это, вот эти нюансы, они все должны присутствовать. Не просто ты взял, вырезал там. Сейчас мне, допустим, проблем нет ее сделать даже топором, как говорится. Здесь не в том плане, допустим, чем я режу их. Даже лобзиком можно вырезать. Здесь сам процесс. Если ты знаешь конструкцию, механизм, как он работает, это не важно, как ты его делаешь. Можно лобзиком сделать, хоть чем, но они пойдут. Я по жизни и макраме занимался, и чем только не занимался. Мне было все интересно, но на это все время очень много уходит. Интересны все занятия. И когда ты распыляешься на много ответвлений вот этих вот, просто тебе нехватка времени, не хватает времени на это. А интересно все буквально. Вот связанное вот, допустим, с какими творческими делами. И поэтому я даже иной раз тебе говорю, зачем мне вот это, вот это нужно. Давай я пойду этим путем, этим направлением, займусь этим. Ну, так вот получилось, что, говорится, некоторые вещи я убрал от себя, чем раньше занимался. А сейчас вот этими делами, часами. А завтра не знаю, чем, что выстрелит на дальнейшее время. Может, чем-то я еще другим займусь. Я не останавливаться не буду на часах, а какими-то другими вещами. Мне просто интересно постигать что-то новое. На изготовление одного экземпляра часов уходит несколько месяцев. Древесина – непростой материал для того, чтобы изготовить точно работающий механизм. Не всякая порода дерева для этого подходит. Необходимо учитывать также, что от колебания влажности воздуха деталь может деформироваться, что влияет на точность хода часов. Одним словом, мастеру необходим точный расчет, прежде чем приступить к работе. На каждую деталь, если это механика, значит, нужно подбирать, допустим, дерево твердых сортов. В основном на них идет, на механику, которая идет сцепление там, твердые породы дерева. Выбирать структуру. Естественно, она должна быть сухая. В смысле, дерево должно быть сухое, вылеженное там. И потом из нее уже, как говорится, подбираешь, в каком направлении пустить ее, как склеить. Все это склеивается где-то. И в итоге потом как обработка, пропитка идет, лакировка, опять шлифовка. Очень много процессов, чтобы получить вот эту деталь уже, как говорится, готовую. А потом идет сборка. Самое интересное. Ты ее собираешь уже с учетом того, что да, я сейчас соберу, и они пойдут. Действительно собираешь, они идут. А потом идет просто мелочи, доработка какая-то. В процессе они, вот если, допустим, их изготавливаешь, в принципе, они должны месяца два у тебя еще повисеть, потикать, ходить, и ты увидишь изъяны какие-то. За это время идет доработка определенная. Если, допустим, вешать где-то в квартире, в комнате, там сквозняков не должно быть, определенное место. И микроклимат должен и не влажный, и не слишком сухой. Тогда они будут идти долго. Они могут и вечно идти. Поэтому все это нужно учитывать. Да, конечно, человек, если, допустим, приобрел часы, ему даже вот часовой мастер, или та организация, которая продает обыкновенные часы, вот напольные, им тоже советуют, куда их ставить. Даже металлические часы, сделанные из металла, они не везде тоже идут. Может быть, какая-то энергетика есть в этом помещении. Поэтому им подсказывает, куда их ставить, настраивает. Оно про деревянное что говорит? Естественно. Мы же сами знаем, что дерево, оно живое, оно дышит. Мало того, что оно имеет информацию. Всем людям интересно это посмотреть. Это в Казахстане, по-моему, я единственный, кто делает. А каждому интересно посмотреть. Тем более, особенно привлекает это детей. Они часами могут возле них ходить. Потому что открытый механизм. Да, открытый. Вроде бы как и разбирать ничего не надо. Все можно увидеть. Словно ветер степи, словно в речке вода. День прошел и назад, день прошел и назад. Не придет никогда. Мне всегда темнуло к механике, к этим. В детстве тоже занимался. Мне было интересно вот такие вещи движущие делать. А потом, если я вот, допустим, всю жизнь проработал в рекламе, мне интересно было делать рекламу даже с механикой. Реклама, она не то, что должна, допустим, быть плоской, и просто мы визуально смотрим на нее, она на плоскости находится. Она может еще и двигаться. Она может привлекать. Поэтому вот эти вещи я хотел реализовать, но почему-то мне не получилось. Хотя это можно было сделать. Это очень интересная штука. Так же, как и кинетика, вот, к примеру. Это вообще вид искусства. Очень много вариантов, вот, допустим, в кинетике, которые можно воплощать, придумывать. А это и есть интерес в этом все. Попробовал Николай свои силы и в изготовлении кинетических инсталляций. Эти декоративные объекты в последнее время широко применяются для привлечения внимания посетителей на различных выставках и промо-акциях. Кинетические модели Николая Руденя завораживают и заставляют подолгу следить за постоянно меняющейся картинкой, создающейся при вращении деталей композиции. Можно положить всю жизнь на это. Как говорится, жизни не хватит, очень много идей всяких. Но на это все время надо. А вы знаете, время у нас сейчас какое-то дорогое. Я бы, допустим, и дальше бы занимался какими-то вещами, но до бесконечности смысла нет их делать. Нужно менять деятельность в этой области, нужно менять, чтобы как-то не застаиваться. Это потом становится, вот, допустим, вначале для меня очень интересно было. Потом, когда все это я прошел, оно немного угасло. Теперь нужно заняться другими. Почему я кинетические скульптуры сейчас начал делать? Просто я отвлекся от них. За этот период, может быть, какие-то идеи и родятся уже. Ты отдохнешь от этих вещей, займешься теми. Потом придешь опять к ним. Ну что ж, успехов. Время, отведенное нам в эфире, заканчивается. До свидания и всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова